Станислав Радзешевский 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 Ты автор многочисленных публикаций, ты неоднократно рассказывала о своих успехах и хитростях с журнальных страниц. С настей мы начнем, с прикормки, с насадки, к самому подходу, к выбору места. Вот давай, помогай. Ну, для начала я скажу так, что речь пойдет сейчас о ловле с берега на поплавочное и на маховое удилище. Как это на поплавочное и на маховое? На штыкерное и поплавочное. Крупный лещ, как правило, я крупного леща ловлю или на реках с быстрым течением, или же на водохранилищах. Вот, например, под Москвой это русское, озернинское водохранилище. Ну и по стране ты поездил, не только что под Москвой ты ловил. Ну, безусловно, конечно. Я уж про зарубеж не говорю. Просто у нас зритель, это вся наша страна. Это действительно реально очень много миллионов специальных людей, любящих рыбалку. То есть кое-чего наши зрители понимают. Конечно. Им хочется слышать не только про Москву. Но на примере какого-нибудь подмосковного... Как правило, как правило, ловля крупного леща, хочу сразу заметить, что ловля крупного леща, это... Многие его ловят с лодок на тяжелые донные оснастки. Типа кольца. Да, типа кольца. Ну, скажем так, примитивное... Ну, добычливое, я знаю. Примитивное, так сказать, примитивный вариант фидерного удилища. Но я хочу рассказать... Я ловлю в основном на поплавочную удочку, и поэтому я буду рассказывать про ловлю поплавочным удилищем. Вот. Конечно, на течение с лодки на кольцо ловить, это весьма добычливо, но я ловлю с берега. И получаю при этом больше удовольствия. Ну, в общем, да. Мне так больше нравится. Поехали. Пришел четверг, в выходные ты собираешься на водоем, ты начинаешь готовиться. Ну, я готовиться могу всю неделю, потому что, как правило, я и среди недели часто выезжаю очень. Ну, не всем так везет, как тебе. Значит, тогда я покажу основные виды и типы оснасток для штекерных и поплавочных удилищ. А если останется время, может быть, что-то даже изобразили. Если я ловлю в спокойной воде на водохранилище, то у меня может быть вот такая оснастка, которая, предположим, весом от 0,8 до 3 грамм. Это надо повесить. Для стоячей воды. Надо пояснить, что ты имеешь в виду полную... Розоподъемность поплавка от 0,8 до 3 грамм, предположим. Для течения уже нужен поплавочек потяжелее. Все зависит от того, насколько глубокий водоем и насколько сильное течение. Можно также двумя-тремя граммами ловить, а можно ловить уже, предположим, 5-6 граммами. А иногда приходится использовать и плоские поплавки. Причем, что такое плоский поплавок? Это поплавок вот такой формы или вот такой формы. У него плоское тело, но очень большая грузоподъемность. Что позволяет... Плоское тело позволяет ему резать течение. И волну. Да, и волну. Но хочу сразу оговориться, это только для ловли на штекерное удилище. Потому что поплавок находится непосредственно под кончиком удилища. Вот под хлыстом. И он удерживается на одном месте. Причем поплавки бывают, скажем так, от 3 грамм, от 2 даже, грамм плоские до 50. И даже, я знаю, я встречал 80-граммовые плоские поплавки. Но это очень сильное течение и... Река Вокса, Ленинградская область. Ну, хорошо. Возможно, и Вокса. Так, но ты сказал, что все они при оснащении похожи. Похожи. Какая-то особенность? Особенность... Самая минимальная особенность в том, что как размещены груза. Поэтому, значит, если я предполагаю, что ловля будет происходить на умеренном течении или в стоячей воде, то я делаю больше промежуточных дробинок, а если на сильном течении, я делаю меньше промежуточных дробинок и сильнее основной груз. Ну, например... Ну, ты можешь вот размотать и показать. Конечно, могу. То, что тебе удобно и то, что будет проще понято и мной, и зрителями. Вот это оснастка, например, на, скажем так, на умеренное течение. Что такое умеренное течение? Ну, это, скажем так, это Москва-река в черте города. Это плавное течение примерно, ну, где-то метр примерно в 10 секунд. Ну, когда плавненько несет. То есть, вот эта оснастка, она состоит из основного груза и из промежуточных грузиков-подпасков, которые можно всегда переместить. Или утяжелить подпасок, согнав несколько грузиков к низу, к самому поводку. Или, наоборот, облегчить его, и приблизив вот эти подпаски, догружающие подпаски, к основному грузу. Значит, если клев очень осторожный, то я, как правило, равномерно разношу вот эти грузики на равномерном расстоянии друг от друга. И у меня получается вот такая вот вереница их. И когда рыба аккуратно берет, то... Она не сразу чувствует груз. Во-первых, она не сразу чувствует тяжесть всей огрузки. А во-вторых, это быстрее передается на поплавок. И при осторожном клеве, например, реакция поплавка, допустим, когда антенна притапливается, бывает так, что вот оснастка гружена в пол антенны, и достаточно вот так ей притопиться, я уже вижу, что это поклевка. Как правило, крупный лещ, рыба достаточно осторожная. Он не берет так нахраписто, как мелкий подлещик или густера. Он, как правило, рыба очень осторожная. Присматривается, принюхивается. Да, и поэтому, скажем так, мы рассматриваем сейчас вариант, когда он не клюет, его надо поймать. Потому что когда у него жор, там его можно ловить на все что угодно. Поэтому вот для таких условий существуют тонкие оснастки штекерные. То есть у меня вот здесь стоит основная леска 0,12. Ужас. Это ты хочешь посоветовать любителю? Нет, я просто рассказываю. Как ловлю я, да? Да. Но, скажем так, когда я ловлю на маховое удилище, я оставлю и 0,16 леску, и даже 0,2. То есть когда лещ крупный клюет, когда вода немножко мутная и не совсем прозрачная, то там это не критично. То есть как бы сейчас современные лески довольно хорошо держат. То есть вот леска, например, та же 0,16, на нее можно вообще вытащить, я не знаю, кого, если грамотно действовать. Грамотно действовать. Для этого нужно еще научиться, а потом еще приобрести некий опыт. Я обратил внимание... Ну и пользуйтесь подсачником надо. Конечно. Я обратил внимание, Володь, и думаю, что наши зрители на это тоже внимание сакцентировали свое. Крючок у тебя не для крупного леща, как кажется обыкновенному человеку. Ну, данный крючок для подвесчика. Для крупного леща я использую вот такие крючки. Вот, как правило, это 12 номер. Это вот для ловли на умеренном течении и в стоячей воде. То есть они потолще? Да, и помощнее. А вот такой крючок с характерным загибом я использую на течении. Вот тот крючок, который вот этот маленький, он, как правило, для ловли на мотыля. Когда там на двух, на трех мотылей надо ловить. А эти крючки можно использовать как для мотыля, так и для опарыша. И на большие крючки даже червя дождевого можно сажать. Червячка, да. Порой лещ, крупный, именно крупный лещ, реагирует именно на насадку, там, крупный выползок или червь. Скажем так, насаживаешь мотыля, собирается мелочь. То есть будешь таскать одну за другим, там, мелких подлещиков, платвичку, там, густеру и прочую такую мелочь. Но стоит одеть крупного червя, как сядет лещ. Или, скажем так, у меня, например, был случай такой, когда я выехал на рыбалку, это дело было на Днепре, в Украине. То есть я взял с собой, у меня были разные насадки, я взял с собой все. И я закормил, сажаю мотыля, и стал ловиться вот такой вот окунек. Вот, не больше и не меньше, но как из пулемета. Ну, поставил опарыша, тот же самый вариант. Я стал экспериментировать с насадками, и у меня опарыш уже начал окукливаться. То есть это кастеры. Окуклившийся опарыш называется кастер. Ну, и я насадил пару кастеров. И тут же, вот тут же прям клюнул такой довольно приличный подлещик, где-то грамм 600. И вот пока я всех кастеров не изловил, я ловил нормальную рыбу. Вот. А потом, уже под вечер, я накопал червей, попробовал и... И стал ловить нормальную рыбу. Стал ловить нормальную рыбу. Но когда я ловил на опарыша и на мотыля, садилась мелочь. То есть такое часто довольно-таки бывает, и это надо учитывать. То есть не надо бояться экспериментировать с насадкой. Например, бывает так, что приехал, закормился, выкинул там пол ведра этой прикормки в воду, а клюет одна мелочь. И тогда стоит попробовать, поэкспериментировать с насадкой. Может быть, червь. Может быть, там... Даже порой случалось, что приходилось насаживать мясо ракушки на рисе. И нормально ловился лечь. Но это нечасто было. Ну, хорошо. А нельзя ли, учитывая твой опыт, что-то такое придумать, что уводило бы в сторону мелкого подлечика и приманивало только крупного? Ты же наверняка какую-нибудь хитрость-то придумал. Ну, хитрости, как правило, тут нет никаких. В некоторых водоемах то, что приводит крупного леща на одних водоемах, то может отпугнуть его на другом. Да. Ну, применяется достаточно большое количество ароматизаторов, аттрактантов, которые... Ну, то есть каждый надо примерять под свои условия. Как правильно закормить крупную рыбу? Сколько ее ждать, может быть? Обращать ли внимание на мелочь, не обращать? Ну, что-то такое. Ну, это очень широкая тема для обсуждения. Но вкратце могу лишь сказать следующее. Главное в прикормке, чтобы она состояла из свежих компонентов. Потому что если использовать прогорклый жмых или прогорклые семена, крупы... С позапрошлого года еще на антресоле. Это отпугнет рыбу, и главное, чтобы не было запаха прогорклого масла. Прежде всего. Во-вторых, значит, прикормка на крупного леща, прикормка, она более-менее должна быть нейтральной. Это что означает? Это означает, когда прикормка пахнет ржаным хлебом. То есть, наверное, даже минимум ароматизаторов. И грамотно подобрать консистенцию прикормки в соотношении ее с грунтом. То есть, это... Или добавлять рассыпчатый легкий грунт при ловле в стоячей воде. Или добавлять более тяжелый грунт при ловле на течении. Такой, с углинок. Ну, да. Например, был момент, когда как-то мы в Бельгии были на озере Хазен-Винкель. Там чемпионат мира проходил. И мы неделю тренировались. Вот где я леща просто отловил, душу, что называется, отвел. И грунтов при кормке там было порядка 80%. То есть, в основном, на дно падала земля, издающая очень такие ароматные запахи. Вот запах ржаного хлеба, конопли, жареной. Вот. И крупный лещ на это очень хорошо реагировал. Была прохладная погода и очень прозрачная вода. И крупный лещ, он, то есть, он подходил на запах, но не наедался этой прикормкой, потому что в основном там был один дронт. А тут для него сюрприз. Ну, в общем, да. Скажи мне, пожалуйста, у меня есть два важных вопроса, как мне кажется. Фракции в прикормке где-то я вычитал, правда это или не правда. Но зимой это, кстати говоря, по-моему, работает. Надо оговориться, Володя еще один из сильнейших специалистов в зимней ловле леща. Но об этом мы поговорим уже ближе к осени. Что не очень размельченная прикормка, а наоборот крупнофракционные вот эти вот составляющие. И сухарики покрупнее, и всякие вставочки покрупнее, и конопля не так сильно помолото. Это верно? Да, верно. Особенно при ловле на течении, вот эта вот фракция, она создает такой шлейф от места прикормки, там где шары прикормки размываются, этот шлейф идет и приманивает рыбу. А рыба поднимается навстречу течению. Абсолютно верно. Хорошо. И второй вопрос, очень важный, потому как мы еще должны оговориться и по времени суток ловли крупного леща. Вот пока мы не зашли в эту тему плотно, скажи мне, пожалуйста, насколько важно, предположим, нет у нашего зрителя штекерного удилища. Или он его еще не освоил в полной мере. У него есть маховая снасть. Насколько важно, чтобы насадка находилась в точке? Может она все-таки чуть-чуть двигаться? Или она должна, как при ловле карася, вот мертво стоять в одном месте? Вот здесь какой совет от тебя? Значит, скажем так, чем точнее, тем лучше. То есть, например, шары положены в одну точку. И чем ближе к этой точке будет находиться крючок с вашей насадкой... Но без движения. Без движения. То есть вот забросил и максимально стараться удержать его в точке. Да, абсолютно верно. Но бывает и такой вариант. Когда ловли происходит на течении, на маховое удилище, то кормят, значит, одну точку усиленно, а потом несколько шариков кидают, как бы образуя дорожку. И по этой дорожке пойдет оснастка. Хорошо, Володь. Утренняя зорька день, вечерняя зорька ночь. Пробегись вот по этим и остановись на ночной рыбалке. Об этом редко говорят. Скажу так, что леща мне доводилось ловить в разное время суток. И бывало, что утренняя зорька отлично отрабатывала. Бывало, что день. Бывало, что с пяти часов вечера в пасмурную погоду я облавливался просто. Но больше всего, конечно, я люблю ловить ночью. Крупный лещ преобладает в уловах в ночное время. Но ночь это, как говорится, и кошки серые. Там же еще надо и поплавочек увидеть. Ну, скажем так, я использую вот такую оснастку. Бывают поплавки уже с обоймой под светлячок. С чем еще раз? Обойма. В поплавке обойма под светлячок. А, угу. Вот, но или через переходник, через такую трубочку, светлячок одевается на толстую антенну. Позволь, я посмотрю. Так. Что такое светлячок? Это трубочка там с какими-то ядохимикатами. Когда ее надламываешь, она начинает светиться. Ну да, сейчас в любом магазине это и есть. Главное только не купить ту, которая после слома ничего не будет. Ну да, в общем, случается и такое. Вот. То есть я огружаю поплавок под вот этот светляк. И, скажем так, если светлячок исчез ночью, да, на лбу, естественно, фонарик. Должен быть на лобный фонарь, чтобы видеть, так сказать, как насаживать, как брать в подсачник крупную рыбу. То есть достаточно мощный такой на лобный фонарь, да? Ну, не обязательно мощный. Главное, чтобы он был яркий, чтобы было видно там в двух-трех метрах от себя. Туда-туда светить не надо. Там светлячок в темноте горит. И выключаешь просто фонарь, когда ловишь. То есть фонарь включен, когда ты насаживаешь. Угу. Потом ты его выключаешь и сидишь. А нельзя туда там посветить? Лечь-то на свет не придет? Я думаю, что нет. Я думаю, что при маленькой глубине, в принципе, даже это может отпугнуть. Блиц. Отвечаем очень коротко. Скажи, основная леска для универсальной снасти. Вот назови ее. Для стоячей воды, для движения, для течения. Диаметр? Для марку? Нет, диаметра, конечно. Диаметр, ну, от 0,12 на маховое удилище до 0,16. И на штекере, и на махе? Ну, в общем, на штекере можно потоньше, потому что там на себя, то есть, всю нагрузку берет на себя амортизатор. В ките который? Да. Хорошо. А крючок размер? Крючок от, скажем так, 16-го до 10-го. До 10-го. Да. Ну, если ловлено крупный лещ на большого червя, то 10-й номер. Три развесовки поплавка для стоячей и разгромовки, и для течения. Я бы советовал так. Вот. Начинать, во-первых, со стоячей воды или со слабого течения. И поплавки должны быть, если вы ловите махом, поплавки должны быть, скажем так, лещ, как правило, стоит на глубине, на достаточной. От 3-х до 6-ти грамм. Все. И там погулять можно? Три-шесть и посерединке что-то? Да. Например, взять, если вы ловите крупного леща, там удилище предполагается от 7-ми метров до 10-ти маховое. Но, как правило, все-таки семерка-восьмерка. Как правило, восьмерка-девятка. Потому что... Девятку не в каждом магазине и купишь. Или нынче в каждом? Ну, я думаю, нынче это не такая проблема большая, как раньше. Ну, хорошо. Володь, до эфира ты сказал, что 26 минут – это огромное количество времени для того, чтобы еще посидеть и поговорить о чем-нибудь другом. Скажи, прав ли был твой друг-ведущий, когда сказал, что времени не хватит для того, чтобы все рассказать? Ну, в общем, да. Время пролетает довольно быстро. Но хочу дать один совет, который... Пожалуйста, вот твоя камера. Который, конечно, всего не расскажешь за это время. Поэтому скажу лишь одно, что хотите ловить крупного леща, значит, должен быть длинный поводок, который будет волочиться по дну. То есть, это подпасок идет или по дну, или над одном, а длинный поводок, ну, предположим, поводок там длиной сантиметров 30. Вот такой вот поводок, то есть, чтобы он был... Как минимум 30. Как минимум 30. Если течения, то и больше. То есть, чтобы он волочился перед подпаском. Вот так вот, друзья мои. Как только заканчивается программа, и программа подходит к своему логическому завершению, все-таки разговариваются, что называется, наши гости и выдают свои главные секреты. Владимир Вишняков, к сожалению, уже был сегодня на главной рыбалке. Валой, спасибо тебе большое. Приходи еще. Все, друзья мои. Владимир Вишняков, один из сильнейших поплавочников спортсменов России. Автор многочисленных публикаций и просто хороший человек. Сегодня был на главной рыбалке. А меня зовут Станислав Радзешевский. Каждый раз я буду стараться приглашать в эту студию людей уровня чуть ниже, а может быть иногда даже чуть выше, чем наш сегодняшний гость. И вам будет так же интересно. Счастливо.